Всем привет! Сальса геймера у микрофона! Прошедший Summer Game Fest добавил подробностей киберпанковскому детективу Nobody Want To Die. Разработчики из Crystal Heat Games опубликовали небольшой ролик с нарезкой игрового процесса. Чтобы мне не повторяться, рекомендую посмотреть первый ролик по этой игре, который вышел еще в марте. Тогда же состоялся анонс игры, и потом милости прошу сюда. Поскольку действие происходит в Нью-Йорке 2329 года, нам активно демонстрируют различные приспособления будущего, с помощью которых наш детектив будет вести следствие. Самый главный прибор, который демонстрируют в трейлере, это реконструктор. Это устройство, закрепленное на руке детектива, помогает отматывать время назад и восстанавливать картину преступления. Манипуляции со временем будут играть ключевую роль в исследовании места преступления и игровом процессе. В арсенале детектива также будет сканер, с помощью которого можно посмотреть, что под перекрытиями, и химический анализатор. С помощью него полицейский идет по следу и зеленой крови в ролике. На месте преступления предстоит также делать фотографии. Чтобы не запутаться и не обходить все вокруг с прибором и бестолку, игра с помощью значков будет подсказывать, в какой момент каким прибором нужно воспользовать. В ролике показали лишь одну локацию, которую мы будем тщательно исследовать. Это элитный бар с огромным деревом, в котором, судя по всему, собираются богачи. В нем сначала произошла перестрелка, а потом прогремел взрыв. Судя по всему, игроку придется тщательно обследовать локации сантиметр за сантиметр, чтобы собрать улики и продвинуться по сюжету. Улики нужно будет тоже изучать, рассматривая их со всех сторон. Предстоит также решать головоломки на месте преступления, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Из чего можно сделать вывод, что это будет целиком детективная игра с минимум экшена. Каких-то батальных сцен в роликах не замечено, и неясно, будем ли мы сражаться в игре вообще. По ощущениям, нет. Но зато мы смогли увидеть, что из себя представляет локация игры. Графика не передавая, это видно по манипуляциям со временем и перемещению тела. Человек больше походит на манекен. Зато пейзажи будущего смотрятся хорошо. Именно эти виды так и манят. Атмосферой их проникаешься и хочется уже поиграть в эту игру. Виды огромного мегаполиса будущего впечатляют. Ждать игру осталось не так уж и долго. Полноценная презентация игрового процесса пройдет 12 июля. Игра Nobody Wants to Die выйдет в релиз 17 июля. Не забудьте прожать лайк и подписку на канал. Спасибо, что провели со мной эти пару минут. Пока-пока и не бомби попустите там.